В США впервые за долгие годы Конгресс игнорировал вето главы государства. Показательно, что за время президентства Барака Обама такого вообще не было. И теперь, провожая его с должностью, вот такое решение. Предмет спора весьма щекотливый. Закон, который позволит американцам, потерявшим близких в терактах 11 сентября, требовать компенсации от Саудовской Аравии. Эррият один из самых близких партнеров Вашингтона. Они связаны и стратегически, и финансово, поэтому многие считают произошедшее опасным прецедентом. Так можно окончательно испортить отношения. Почему Конгресс оказался против Обамы? Разбирался Павел Матвеев. Американский президент, появившийся в студии СНН после того, как проголосовали конгрессмены, выглядел понурым и безмерно уставшим. Обход президентского вето – событие редкое, и надо же было получить от судьбы такую оплеуху в самом конце второго президентского срока. Оплеуху двойную. Мало того, что Конгресс отклонил претензии Обамы, он сделал это категорически. Итог голосования. 97 за, 1 против. Кворум есть. Законопроект принят. Возражения президента Соединенных Штатов отклонены. Всего один голос против. Это означает, что попытку Обамы не допустить принятия закона единодушно приняли в штыки не только соперники-республиканцы, но и соратники-демократы. Чем же президент так ополчил на себя всех? Началось все с того, что Конгресс принял законопроект, который позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001-го подавать в суд на представителей власти Саудовской Аравии. Почему ее? Во-первых, 15 из 19 установленных исполнителей и организаторов атак на башни Близнецы и Пентагон выходцы оттуда. А во-вторых, в Америке давно подозревают, что саудиты прямо или косвенно могли помогать террористам на государственном уровне. Сейчас, 15 лет спустя, появляются все новые доказательства того, что саудовское правительство, или как минимум структуры с ним связанные, содействовали осуществлению одного из самых страшных преступлений в истории Соединенных Штатов. Тем не менее, подписывать законопроект Обама отказался наотрез, публично мотивируя это соображениями безопасности граждан Соединенных Штатов. Закон, считает Обама, создает опасный прецедент. Если позволить американцам подавать в суд на саудитов, то аналогичным образом кто-нибудь другой может подать в суд на американских, военных, дипломатов и так далее. Ведь есть за что, кому как ни президенту этого не понимать. Ну, например, в Ираке, там разные есть оценки, так сказать, они при попытке силового навязывания демократии убили, по-моему, больше ста тысяч мирного населения ранено, более двухсот и так далее. А почему бы родственникам, так сказать, этих жертв не начать предъявлять иски Соединенным Штатам? И другие страны то же самое могут начать делать. Однако эта причина не единственная и, похоже, не главная. Намек на это содержится в письме Обамы сенаторам, где президент объяснял, почему закон нельзя принимать ни в коем случае. Я читал послание президента Обамы, и оно меня не убедило. Он выражает озабоченность, что закон, я цитирую, создаст трудности в отношениях с близкими союзниками. Но послушайте, финансирование терактов в США – это не то, что мы должны терпеть от любой страны, включая союзников. Саудовская Аравия – исторический и едва ли не главный союзник США в своем регионе. Настолько, что Вашингтон, считающий себя полицейским мировой демократии, закрывает глаза на саудовскую диктатуру или, скажем, дискриминацию женщин. Вашингтон снабжает Эр-Рьят оружием, тот его – нефтью. В принципе, уже этого достаточно. Но к этому примотан еще и огромный клубок взаимных и часто совместных внешнеполитических интересов. В Сирии, Иране, Йемене. И как раз в последнее время между союзниками пошел разлад. Саудиты ревнуют американцев к Ирану. Во время апрельского визита Обамы демонстративно посылают его встречать самую мелкую из возможных сошек. Грозятся распродать все свои активы в США, а их на 750 миллиардов долларов. Отношения между партнерами сейчас как у опостыливших друг другу супругов, которых сдерживают дети, много детей, те самые взаимные интересы. И рады бы разойтись, да никак нельзя. Так что Обаме и правительству этот закон сейчас совсем ни к чему. Ну а у конгрессменов свой интерес. Саудиты далеко, а выборы близко. Пора набирать очки. Павел Матвеев, Максим Кулефеев, Первый канал.